Девчонки привет! Сегодняшнее видео я посвящаю своей небольшой покупке и обзору тонарного крема Мак. Сходила в магазин и купила. Мой уже заканчивается, поэтому сходила купила себе вторую кутылочку. Тонарный крем. У меня уже закончилось, она уже там чуть-чуть осталась, уже такое, уже плюется, поэтому побежала быстренько покупать себе второй. Думаю, сейчас праздники. Так вот он выглядит. Девочки, все данные об этом креме я напишу внизу, потому что не хочу сейчас одевать очки, они у меня где-то в другой комнате, не побегу за ними. Поэтому всю информацию о нем я внизу в видео напишу. Сейчас просто расскажу свои впечатления, свое мнение о нем. Крем, когда первый раз мне его посоветовали, консультант в магазине, я как-то так, ну, отнеслась скептически к нему. Ну, мне казалось, что крем и крем, ну, что там особенно. Но когда я им начала пользоваться, я поняла, что лучше крема у меня не было и, не знаю, я уже больше даже искать и экспериментировать не хочу. Потому что до него у меня был вот такой и вселорановский, и мне казалось, что, ну, да, вроде бы хороший крем и вроде бы все меня устраивает, но попользовалась этим, я к этому даже возвращаться не хочу. Я поняла, что этот крем далеко не идеальный. Во-первых, я заметила разницу в том, что этот крем мне делает лицо блестящим, как будто, знаете, блин смазали маслом. Такое ощущение, что маслянистое лицо, и вроде бы у меня оно и не толстое, и не такое. Но когда оно отливает, такое ощущение создается, как будто какая-то я такая, ну, короче, жирная вся, такая, некрасивая. Вот, хотя до этого мне вроде бы он нравился. У этого же тонального крема тоже есть сияние, но оно такое сияние, не поверхностное, как у и вселорановского, который как-то на поверхности, а оно такое, как будто изнутри идет подсветка, такое вот, такое легкое, вот такое сияние какое-то жемчужное, как будто кожа светится изнутри. И несмотря на такой маленький объем, мне этого крема хватило на два года. Да-да, может быть, кто-нибудь скажет, что нельзя так долго пользоваться. Ничего, я пользую, девочки. Прыщей у меня никаких от него не появляется, даже два года крему никаких прыщей, ничего не было, поры не забиваются. Наносится, нужна буквально небольшая вот капелька на одно, капелька на другое, и все, и вот так вот, все. Лицо размазали, и достаточно. Размазывается хорошо, нет такого, что там его разносить надо. Это быстренько-быстренько маскировка, не скажу, что стопроцентная, но 90% маскировка всех пятен, всех прыщиков, всех... У меня на щечках сосудики, мелкие-мелкие сеточки сосудиков на щеках, на обоих. Он их убирает так, что кажется, что у меня лицо, но кожа... Ну, не как у 16-летней девочки, конечно, это было бы смешно, но кожа здоровый вид и замечательная получается такой. Никаких красных пятнышек, ничего-ничего нету. Маскирует замечательно, я даже его наношу под глаза и на глаза вместо основы, потому что у меня основа маковская, она подсушила мне веки, и стала так... Ну, мне не нравится, я перестала пользоваться, и сейчас, чтобы выровнять тон и век, и всего остального, я даже на веки наношу, и он выравнивает все на глаза, хорошо под глазами. Не наношу под глаза консилеры, потому что у меня консилер, тоже есть лорановский, когда я его нанесу, и начинаю... Кожица тонкая под глазами, начинаешь когда головой вертеть, где-то в сторону смотреть, почему-то начинаются от него такие заломинки, такие морщинки, мелкая-мелкая сеточка, и мне это не нравится. От него никаких сеточек нету, мне кажется, и в саларамске вот этого, от консилера, он может быть немножко суховатый для меня, и поэтому кожа такая немножко как бы, не сказать, что кордонная, но так не мягкая, наверное, становится, и преломляется в такую сеточку морщинок. Этот ничего такого не делает. Я говорю, я перестала и консилером пользоваться, и основой на глаза, я все, я так вот беру его, и так вот по всему лицу размазываю, на шею, все, мне больше ничего не надо. Он мне заменяет все буквально. Нет жирного блеска, стойкость вообще суперская. Весь день хожу, не знаю, я как бы не контролировала время, там, 2 часа, 3 часа, но если я еду куда-то в гости, или в ту же Барселону на целый день, по улице ходить, по магазинам, и мы можем уехать там в 10, в 11 часов и приехать в 9 вечера, и я не замечала, чтобы у меня он там где-то у стек, убрался, или еще что-то. Прошел у меня и Россию морозы, приезжала на Новый год, такие трескучие морозы, проверенные здесь, на жаре, на испанской, когда летом не течет. Тут вообще у меня только положительные о нем отзывы, и пользовалась, буду пользоваться, и ничего больше искать не хочу, ни Диор, ни Эстелаудер, вообще больше уже к никаким кремам не хочу обращаться, потому что этот крем для меня идеальный, для взрослой женщины, для которой действительно уже, ну, нужно маскировать свои, там, кое-какие маленькие секретики, этот крем просто идеальный. Не знаю, легкий крем я наношу только в том случае тональный, если мне нужно выйти в магазин за хлебом, или я в своем городке куда-то иду по магазинам гулять, тогда я наношу легкий тональный крем, он у меня есть такой домашний, недорогой, который не жалко на каждый день, там, или куда-то. Ну, вот этот крем я наношу в гости, когда мне нужно выровнять свое лицо, чтобы я выглядела хорошо, свежо и красиво. Незаменимый крем для меня, и говорю, еще раз повторюсь, не хочу больше ни к какому крему возвращаться, не искать никакой другой, меня он устраивает на все 105% этот крем. Не забивает еще раз поры. Единственное, мне что в нем не очень устраивает, это его запах. Первоначально, сейчас я свою старенькую беру, первоначально, когда открываешь, но я к нему уже привыкла, и он уже, я ему это прощаю, мне кажется, это такая мелочь, этот запах, по сравнению со всем остальным, что он делает для меня, то это вообще ерунда. Единственное, что запах, говорю, у него такой, знаете, мази в аптеках продаются какие-нибудь для кожи, вот у него есть такой вот серный, не серный, ну что-то вот такое вот, не парфюмированное, но у него нету такого аромата, парфюмированного запаха, такого приятного шлейфа. У него вообще, я когда первый раз одела, ну, одела его на лицо, я была в шоке от запаха, мне казалось, что я намазалась такой мазью какой-то, ну, от болячек от каких-то, вот у него такой запах. Но потом я к нему привыкла постепенно, я вообще, и он не держится очень долго, этот запах, вы не будете ходить его, этот запах чувствовать. Да, пока какое-то время, ну, может быть, час, он, вы будете его ощущать, там где-то ветер подует, он будет такой, но не пугайте, что к вам подойдут люди, и почувствует от вас этот запах невкусной мази. Он потихоньку-потихоньку выветрится. Но сейчас вот за два года я, говорю, привыкла к этому запаху, что, может быть, я уже его и не ощущаю даже. Для меня это мелочь. Если для кого-то все равно запахи, то девочки советую всем. У них в маке есть такой большой тональный крем, но я им не пользовалась, мне кажется, он такой легкий. Я пользовалась вот этой вот маленькой, и, говорю, не смотрела. Хотя, наверное, по размерам-то, если судить, в общем-то, и такой же объем. Говорю, не вижу, не посмотрела, девочки, не подготовилась, не посмотрела, какой объем. У него все напишу под видео, сколько тут миллилитров в нем, и все остальное. Я говорю, мне на два года хватило. Вот, девочки, обратите внимание на такой вот крем. Взрослые девочки, обратите, кто не нашел еще свой тональный крем, попробуйте. Стоит, у меня чек остался, стоит 29 евро стоит этот крем. На наш вот, обратите внимание, мне очень нравится. Так, девочки, покажу вам сейчас сводчик поближе, чтобы было видно. Вот, коробочка, тогда не сказала вам, SPF 15 у него, и номер, 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 20 номер у меня, тон этого крема. И вот сейчас давайте сделаем сводчик. Ой, сейчас так вот он на руке, в таком немножко виде. И вот специально показываю, у меня здесь, ой, у меня здесь царапинка. Посмотрим сейчас, как она загримируется, эта царапинка, будет видно или нет. Размазывается вообще очень хорошо, распределяется по коже. И смотрите, царапинку эту я, будем считать, что это прыщик на лице, царапинка. И как он? Вот видите, он как по руке разделся. Видно, конечно, его можно еще чуть-чуть. Так вот, нанесем точечно, точечно, куда-то убежал у нас тональный крем. И вот так вот мы загримируем, и не надо никакого консилера и этих самок. Он все прекрасно, хорошо маскирует. Но у меня царапинка еще видно из-за того, что она у меня царапинка. Так вот, все вот такие недостаточки сейчас. Что-то у меня все убегает. Смотрите, на руке. На руке лежит вообще хорошо, никакой этой самой масочки не создает. Мягко очень ложится. И нету такого ощущения, что у вас что-то там на коже налеплено. Вот так вот. 20 тонн. 30 мл бутылочки. Вот так вот он выглядит. Вот на этом хочу с вами попрощаться. Поделилась с вами такой новостью. Покупочкой вернее. И своим вот любимым тональным кремом. Со всеми прощаюсь. Всех люблю. Всех целую. Всем пока. До скорой встречи.